Пинские заготовители начали отправку сахарной свеклы на завод в Жабинку. Свеклопункт работает в полную мощь. Уборочная корнеплода в хозяйствах стартовала вовремя. Здесь готовы принимать смену до 3000 тонн. Пункт по приему сахарной свеклы единственный на два района – Пинский и Столинский. Всего их в Брестской области 8. Заготовка идет как по нотам. Каждые 15 минут на базу сельхозтехника привозят собранное с полей сырье. В целом за 8 часов буртоукладочная площадка заполняется в среднем на 1300-1800 тонн. Лидер по сбору корнеплодов – Столинский район. Здесь уже убрали более 60% всех площадей. Ежедневно задействовано около 25 машин по перевозке сахарной свеклы. Это где-то 13 индивидуальных предпринимателей. С государственных предприятий участвуют перевозки райагросервис Столинский, райагросервис Пинский, ПМС Столин и ПМК 18-й город Пинск. В целом каких-то нарушений, замечаний по работе нет. Идет все в штатном режиме. Стандарт по сахаристости – 16%. Показатель зависит от погодных условий. Иначе говоря, чем больше солнца осенью в пик уборки, тем слаще корнеплод. В этом году проценты несколько ниже. А на эти данные повлияло, по мнению специалистов, повреждение листовой поверхности сахарной свеклы. Но урожай, тем не менее, собрали без существенных потерь. Урожайность, значит, по Пинскому району, во Снежицком – 625 сетнеров с гектаров. В Столинском – где-то около 600. В Столинском – в Ведеборске урожайность будет 450 сетнеров с гектаров. И Новая Припять – 500 сетнеров с гектаров. Это много или мало? Это по этому году неплохо. Значит, есть немножко проблемы по содержанию сахара. Они показатели меньше, конечно, чем в прошлом году. Из Пинской сырьевой базы в Жабинку ежедневно отправляют 15 полувагонов. Это 750 тонн сладких корнеплодов. Госзаказ – 23 тысячи тонн должны заготовить на Пинщине и 14 тысяч на Столинщине. В том числе и от количества собранного урожая будет зависеть стоимость сахара. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь.